Юбилей народного композитора, жизнерадостной женщины, над которой кажется невластно время, так же, как и над ее музыкой, Александры Пахмутовой отметили в Щелковской музыкальной школе. Великолепные музыкальные произведения ее актуальны и по сей день. Песни о надежде, которая как компас земной объединяет не одно поколение, ее исполняют проникновенно и душевно. Это женщина, которую поют, есть такое выражение про нее. Это действительно, мы выросли на ее песнях простых, задушевных, искренних. И мы очень хотим, чтобы на молодое поколение наши дети были так же приобщены к ее творчеству, знали ее песни. Я думаю, они с удовольствием сегодня будут их петь. В музыкальной школе концерт, посвященный юбиляру, наполнен особой атмосферой творчества и любви к музыке композитора. В концерте участвовали все школьные отделения. Ученики играли на разных музыкальных инструментах, исполняя знакомые мелодии. Уникальность Щелковской музыкальной школы еще и в том, что на концерт учреждения приходят выпускники. Они с удовольствием играют любимые произведения. Есть в школе и целые семейные ансамбли. На самом деле все это было очень быстро. То есть сначала я должна была петь одна, а потом так получилось, что мама запела вторым голосом. И получилось очень красиво. И мы решили, что будет так. И когда мы репетировали, оказалось, что всем очень понравилось. Ну, получилось так, да, что настолько шикарная песня, что мы просто вот встали, сыграли и спели. Если песня звучит в тесном зале земли, значит мир приоткрыт для добра и любви. Слова поэта Николая Добронравова, мужа и творческого союзника Александры Пахмутовой, созданы с душой и на века, как и положено в классике. Спасибо. Спасибо. Спасибо.